1 июля в Беларуси начала работу система учета электронных счетов фактур, регламентированная законом Республики Беларусь. Данное новшество затронуло порядка 130 тысяч плательщиков НДС Беларуси, в том числе и Брещан. Прежде всего, следует понять, что информационная система учета в счет фактур разработана в виде единого портала и представляет собой программно-технический комплекс. Он позволяет значительно упростить процесс выставления и получения налоговых счетов фактур в электронном виде. Так что же это такое электронный счет фактура? Электронный счет фактура – это электронный документ, который будет подписываться электронным ключом, который в ней располагают плательщики, налогу на добавленную стоимость, потому что они уже подают декларацию в электронном виде. Это электронный документ, они будут подписываться электронным ключом, и это будет документ, контролирующий полностью оборот НДС в Республике Беларусь. Что исключит в дальнейшем такое явление, как финансовая же компания, и будет застраховывать наших плательщиков от ошибок определенных при счислении налога на добавленную стоимость. Однако есть такие организации, которые в силу специфики своей деятельности не являются плательщиками НДС по своей основной деятельности. Это в частности организации, применяющие упрощенную систему налогообложения без НДС и, предположим, сдающих имущество в аренду организациям, которые являются плательщиками НДС и имеют право на вычет сумм налога на добавленную стоимость. В связи с чем организации-арендодатели обязаны перевыставлять счета по коммунальным услугам, которые приходят к ним с выставленным налогом на добавленную стоимость, для того, чтобы организация-арендатор имела право принять ее к вычету. Прозрачность налогового администрирования, ускорение процесса обмена информацией и организации документа оборота предприятия, сведение к минимуму вероятность ошибки плательщика – это несомненные плюсы нововведения. Представители бизнеса 27 стран Евросоюза назвали главным преимуществом полное электронное взаимодействие в цепи поставок товаров и услуг и, как следствие, повышение эффективности бизнеса. Обращаем ваше внимание, что в настоящее время на портале Министерства по налогам и сборам www.3wnalog.gov.by в разделе «Электронные счета фактуры» содержится постановление Министерства по налогам и сборам от 25 апреля 2016 года номер 15, в котором установлен как форма электронного счета фактура, так и подробный порядок ее заполнения. Сегодня создан контакт-центр, в котором все желающие могут получить консультацию по техническим вопросам работы с новой системой. Также на сайте по налогам и сборам размещена видеоинструкция, в которой описан пошаговый алгоритм действия плательщика по работе с нововведением электронного счета фактуры.